Вот эта машина, Виктор Петрович, она на самом деле единственная за Уралом, 2010 года функционирует, работаем для абсолютно всех слоев населения, это локализованный рак предстательной железы, позволяющий пролечить пациента без каких-то околечащих процедур. Об этом учреждении знают в разных уголках страны, ведь здесь лечат не только железнодорожников. Так, в клинике обслуживается более 30 тысяч жителей края, в том числе 13,5 тысяч работников железной дороги. Больница приходила на помощь и в пандемию, когда здравоохранение переживало не лучшие времена. Наверное, роль этого аппарата мы оценили в пандемийный период, когда более тысячи исследований делали, безостановочно работали, и, конечно, это наша была палочка-выручалочка для экстренной больницы. Мы все-таки интегрированы в помощь нашего территориального здравоохранения. Мы планируем расширить приемный покой. Я думаю, что к концу года мы зайдем в эту историю для того, чтобы нам разделить потоки пациентов на плановую, на экстренную госпитализацию. Ну, это очень хорошо, что и государственные учреждения, и ведомственные учреждения, особенно такие большие, с историей хорошей, с репутацией, очень-очень. Друг другу помогают, взаимодействуют и, в конечном итоге, на всех жителей края нашего работают. Сегодня больницу посетил губернатор края. По словам Виктора Томенко, в регионе работают над тем, чтобы высокотехнологичная помощь была доступнее. Так, за последние 10 лет количество пациентов, которым была оказана такая помощь, увеличилось почти в три раза, а это более 18 тысяч человек. Половина из них – сельские жители. За последние годы хорошо, благодаря национальному проекту, здравоохранение обновили, оборудование тоже за счет государственных средств, почти на 4 миллиарда рублей. Купили больше семи сотен новейшего оборудования, тоже современного. В прошлом году здесь впервые в истории больницы начали оказывать высокотехнологичную помощь по федеральным квотам. Виктор Томенко напомнил, что также регион работает над устранением дефицита кадров среди медиков. Во многом помогает проект «Земский доктор, сельский фельдшер». В этом году на него заложено 135 миллионов рублей. В правительстве полагают, что на работу устроится не меньше 120 человек. А всего за последние годы в малые города и села региона привлечено порядка 1700 медиков. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.